В Шелковской городской школе номер 10 только что прошла эвакуация. Все ученики и учителя спасены и теперь знают, как правильно себя вести в чрезвычайной ситуации. В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, 21 мая на территории Подмосковья прошла отработка навыков действий при возникновении условного пожара в торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования, социальной защиты и прочих местах с массовым пребыванием людей. Учащиеся школы номер 10 сделали для себя правильные выводы и теперь точно знают, какие действия предпринять в случае возникновения пожара. И самое главное, понимают, что вести себя надо оперативно и в то же время постараться не паниковать. Надо не просто так вот из окон прям бежать, надо построиться и как бы, ну, спокойно выйти, быть спокойными. А если не быть спокойными, то будет бешенство, как бы, ну, не бешенство, а, ну, как бы, ну, так можно, ну, короче, если ты будешь спокойным, то так будет лучше. Также школьникам было рассказано, как обращаться с огнетушителем и почему важно иметь его у себя дома. Направить раз в руку начать пожара, примерно с расстояния 1-2 метра и, соответственно, нажать. Все. Сразу после школы номер 10 пожарные отправились в магазин «Ашан». В ходе тренировок были отработаны правила взаимодействия персонала с пожарно-спасательными подразделениями, а также навыки самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара. Тренируется и минимальное время эвакуации, да, у людей вырабатываются определенные навыки, порядок действий, правильный порядок действий. И смотрим, как срабатывают системы пожарной безопасности в данных объектах. Ну, я думаю, что только положительный опыт из этого извлекает все. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».